Моргенштерн, новый клип Кадиллак, офигенные трендовые визуальные эффекты. И я был бы не я, если бы не рассказал вам, как вы их можете повторить. Начинаем. Как вы, ребята, с вами Удалой, и прямо сейчас мы со своим дневником, двойником Владом А4 будем делать для вас супер крутой контент. А сейчас прямо будем танцевать. Всем привет, друзья, меня зовут Артур Вишневский, и нравятся вам видосы, где я разбираю эффекты из разных популярных клипов. Не мог я пройти мимо нового клипа Моргенштерна на первом месте в трендах, особенно учитывая, что там реально классная зачетная операторская работа, офигенные, сочные кадры там сделаны. А новый тренд со съемкой с FPV-дрона так вообще четенько. Но сейчас меня интересуют три эффекта из этого клипа. Первый эффект — это большая копия самого себя. Второй эффект — это логотип в небе, сможете поставить свой логотип или вообще что угодно в это небо. И третий сюрреалистичный эффект, где трава становится фиолетовой. И что самое главное, эти эффекты нереально легко сделать. Буквально каждый из вас сможет их повторить. У вас просто мозг взорвется, я сам офигел. И да, друзья, небольшой дисклеймер, я лично не принимал участие в съемках этого клипа, поэтому я не знаю, каким именно способом они добились этих эффектов, но я знаю способы, которые работают. И если вдруг кто не видел этот клип, ссылочка будет в описании. И спасибо нашим друзьям из Green Bean, что помогли осветить эту сцену, особенно справа от меня и сзади от меня. Это новые осветители от Godox, новые гибкие осветители. Чуть позже вам про них расскажу. И чтобы сделать первый эффект, где вы такой ходите большой на заднем плане, вам понадобится, во-первых, эта камера, которая может снимать на 360 градусов. Ну и, понятное дело, стойка, на которую можно поставить эту камеру. Идеальными условиями будет снимать в облачный день, когда небо буквально белое, однотонное. Мы снимали в солнечный день, что в принципе тоже окей. Теперь выберите точку, где встанет ваш актер-певец. И главное, чтобы на фоне было какое-то здание или деревья, какие-то небольшие элементы, за которыми потом будет стоять этот большой человек. И убедитесь, чтобы на эти здания или на предметы на заднем плане не сильно падало солнце. Они должны быть темнее, чем небо. Это очень важно. Попросите вашего актера отыграть на камеру, и чтобы он реагировал с собой большим якобы. И затем мы перемещаемся в студию с хромакеем. Итак, сейчас мы в студии вместе с хромакеем. Мы будем записывать те моменты, когда он большой за зданием. И у нас также нет большого хромакея, поэтому мы будем использовать вот такую часть хромакея. Но этого достаточно, потому что будет видно всего лишь часть, где он по пояс. Сейчас у нас один заполняющий осветитель, но если посмотреть, здесь появляется такая большая тень, которая вообще не годится для устранения хромакея. Нам нужно еще два источника света, и мы будем использовать два новых гибких осветителя от Godox. Это гибкие бикалорные панели от Godox FL60 или FL100. FL, то есть Flexible Light. И бывает реально не знаешь, куда лучше разместить свет. Стойки нету или места нету. С гибкой панелью можно разметить его буквально куда угодно. Например, сюда, а может сюда, а может быть даже сюда или сюда. Вообще куда угодно. Они максимально гибкие, можно их даже в трубочку свернуть. Отличаются эти панели только размером. Как сейчас, например, хромакей подсветить слева положили на табуретку, второй сбоку вообще супер. И они практически ничего не весят, но в то же время дают очень мощный световой поток. Диоды прошиты защитными рукавами, и сама ткань с диодной панелью плотная и износостойкая. Качество изготовления на высоком уровне и можно сравнить и с другими более дорогими брендами, которые реально, ну, объективно гнут цену. Но это намного дешевле и по качеству, на мой взгляд, почти не уступает. Они поставляются в таком плотном кейсе, свернутой трубочкой. Достаете, там идет блок питания с дополнительным цифровым дисплеем, где вы можете видеть уровень яркости в процентах. Они дают теплоту света от 3300 до 5600 кельвин. Сам свет из голых панелей немного рисковат. Если хотите чуть мягче, есть отдельный софтбок с сотами под каждую модель для смягчения светового потока. Если не нужно сворачивать, у них есть люверсы по углам, которые можно цеплять на специальное крепление, которое идет в комплекте, и панелька вытянется в такую плоскость. Панельки можно также связывать друг с другом, если нужно, или цеплять на что-то другое, на какие-нибудь крючки, например. По периметру также идет такая ворсистая ткань, которую можно цеплять на ленту-липучку. Также эти распорки можно крепить на специальный кронштейн, который тоже идет в комплекте. Его можно ставить на стойку и менять угол направления света почти в любую сторону. Управлять яркостью и температурой можно также с помощью пульта дистанционного управления, который тоже идет в комплекте, либо с их мобильного приложения. На мой взгляд, приложение это даже удобнее, чем этот пульт. Мне понравились эти панели, у них также есть двухлетняя гарантия. Если хотите более подробно про них узнать, я оставил первую ссылку в описании, и также там есть более подробный обзорный ролик на канале Godox. И Godox походу вообще решили разорвать рынок, выпустили еще и стабилизатор для смартфонов. Gimbal ZP1. Это один из самых мощных стабилизаторов для смартфонов, который я встречал. Он также коннектится с их мобильным приложением. Там можно контролировать фокус с помощью кольца фокусировки, зум с помощью другого кольца, можно нажать на запись прямо на стабилизаторе. Есть также разные функции с трекингом, но более подробно обо всем этом я расскажу в одном из следующих видео. То есть мы положили гибкую панель сзади на стул, чтобы она подсвечала зеленый фон и не было видно тени. Этот цвет мы сделали плоским, он тоже освещает хромакей, чтобы опять же устранить тени. И этот цвет без рассеивателя, он имитирует солнце, потому что там, где он будет стоять, на него должно светить солнце, это ясный день. Мои базовые правила съемки на хромакее. Поставьте выдержку побольше, где-то на 1,02, чтобы не было сильного размытия и было проще устранить хромакей. И для создания эффекта мы будем использовать программу от Adobe, Adobe After Effects. По итогу у нас получилось всего два кадра. Первый на улице, второй с хромакеем. Перетаскиваем их в программку, перетаскиваем первый кадр, который 360, на новый таймлайн. Для начала конвертируйте исходный кадр 360 через программу GoPro или там Insta360, на что вы снимали, чтобы она стала обычным видеофайлом, этим растянутым картой такой. Вы увидите такую большую растянутую хреновину. И прямо на этой растянутой хреновине мы будем рисовать нашего большого человека. Перешмякиваем наш второй кадр сверху и размещаем его примерно там, где вы хотели, чтобы он был. У меня это где-то вот так. Устраняем хромакей. Я это буду делать с помощью плагина Primate Care. Не важно, как вы это будете делать. Главное, устраните. Если посмотреть внимательно, пропорции второго кадра с хромакеем не совпадают с пропорциями первого кадра. Здесь башка растянута. Все по дуге идет. Здесь такого нет. Как это сделать? В поиске эффектов справа пишите VR и найдете плагин, который называется VR Converter. Перетаскиваете его на кадр с хромакеем и произойдет... Ну то, что должно произойти. Он растянется по этой карте. Тут есть несколько настроек. Я поставлю два к одному. Это соотношение сторон кадра этой карты 360 градусов. И ширина кадра в пикселях 5760. Это как раз та самая ширина кадра на 360 градусов. То есть, если мы будем его перетаскивать, пропорции будут совпадать с пропорциями первого кадра. Что создает эффект присутствия в этом сферическом кадре. Но это по-прежнему не выглядит так, что он находится где-то сзади. Здесь мы видим это здание, мы видим эти деревья, мы видим эту трубу. Итак, как сделать, чтобы он был сзади? Нажмите Ctrl D. Мы делаем дубликат нижнего кадра, перетаскиваем его сверху. Накидываем вот этот плагин. И вот этот плагин. Первым насыщенность ставим в минус 100. А во втором играем с настройками так, чтобы получилось что-то примерно такое. Что, кстати говоря, выглядит довольно круто. То есть, наша цель в том, чтобы весь первый план был черным, а фон был белым на контрасте. Но здесь есть еще некоторые блики от листьев, есть еще блики от забора, которые не должны быть прозрачными. Поэтому мы создаем новый черный слой. И обводим все то белое, что должно быть черным. И теперь мы сделаем ровно то же самое, только с белым цветом, потому что здесь на небе еще есть кусок черного, он должен быть белым. И мы будем использовать эту информацию как маску для того, чтобы поставить нашего челика назад. Так что выделяем верхние три слоя, жмем правой кнопкой мыши Precompose. Жмем ОК. И у второго кадра меняем параметр на Luma Matte. Теперь наш челек на заднем плане. И мы получили еще один положительный эффект. Рука, когда залазит сверху на первом плане, она тоже обведена автоматически. Ну и цветокоррекцию добавляем, чтобы он вписывался еще лучше. Потом выделяем все три слоя. Жмем правой кнопкой мыши опять Precompose. И давайте назовем это 360. Жмем ОК. Здесь уже давайте поменяем соотношение сторон на более человеческое. 16 на 9 в Full HD. Заходим в Composition. Composition Settings. 1920 пишем на 1080. И жмакаем ОК. Потом у GoPro есть плагин, который называется GoPro Reframe. Перетаскиваем его сюда. И можем анимировать это дело вообще как нам хочется. Я хочу немного уменьшить закругление этой линзы. Зум немного можно поконтролировать. И дальше, используя вот эти кейфреймы, можно анимировать движение камеры вообще как мы хотим. Добавляем музычку и получаем вот такую красоту. Ну а перед следующим эффектом некоторые из вас должны сделать то, что еще не сделали. Правильно, подписаться на канал. Почему? Потому что здесь выходят реально классные видосики. Поэтому прямо сейчас жмакай на кнопку подписаться и мы продолжаем. Во втором эффекте будем добавлять логотипы. Или вообще на самом деле это может быть что угодно. Любая картинка, любое видео в небе. Сначала снимите теперь на обычную камеру, хоть камеру смартфона. Человека, который идет куда-то и потом смотрит в небо. Главное, чтобы рядом с небом был еще какой-то объект в фокусе. Резкий, это важно. Опять же, в After Effects перетаскиваем кадр на новую композицию. У меня этот кадр снят в слоу-мо. Я его замедлил в два раза. Затем переходим в верхнюю менюшку, анимация и жмем трек камера. Здесь сразу меняем тип кадра на второй и жмем анализировать. Перед вами появится куча разноцветных точек и эта программа анализировала пространство в 3D. Если наводить курсор на эти точки, появится вот такая красная метка. Выберите ту, где будет поближе к предмету, который будет висеть в воздухе. Нажмите правой кнопкой мыши и нажмите на третий параметр. Теперь поверх всех слоев перенесите логотип или изображение, которое вы хотите добавить в небо. Мне это будет вот такое лицо. Почему бы и нет? Нажму на нее правой кнопкой мыши и снова добавлю во вторичную композицию. Делаем этот слой 3D слоем и в принципе магия происходит автоматически. Эта голова притрекивается к нашей точке. Конечно, это не то, что нам нужно. Передвинем ее давайте вот сюда, немного повернем в пространстве и увеличим масштаб. Теперь делаем дубликат нижнего кадра, перетаскиваем его в самый верх и повторяем ровно те же самые движения с маской, которые мы делали в первый раз. Первый план черный, задний план белый. И меняем параметр на Luma Matte. Если вы хотите сделать какой-то дизайн у этой головы, что-то изменить или получше вписать ее в это небо, можете нажать два раза на этот кадр и здесь колдовать, что вам хочется. Потом вернитесь в прошлую композицию и оно автоматически обновится. То есть я добавлю маску сверху вот с таким размытием. Возвращаемся назад и это размытие здесь добавляется автоматически. И я также хочу добавить небольшую маску сверху с размытием, чтобы лучше вписать его в небо, как будто он там растворяется. Добавляем фильтр цветокоррекции поверх всего и получаем вот эту красоту. И последний эффект с фиолетовой травой стоит отдать должное. Выглядит реально круто, очень сюрреалистично. Для клипов вообще самое то. И я думаю даже в какой-то рекламе можно и в кино даже можно использовать такой эффект. Создает ощущение другого мира, ну или что персонаж под кайфом. Снимаете максимально обычно на любую камеру на фоне зеленой травы деревьев. Также в After Effects перетаскиваем кадр на новую композицию. И кто-то из вас сейчас подумает, да что там делать, просто пипеткой ткнул в зеленый, поменял на фиолетовый и готово. На самом деле этот вариант работает так себе. Появляются какие-то артефакты, вы теряете качество и вообще это не то, что нужно. Есть более прикольная техника, работает она намного круче. Я буду использовать плагин цветокоррекции, который называется Magic Bullet Looks. Жмем редактировать. И здесь я перетащу внутренний плагин, который дает возможность контролировать картинку по четырем цветовым кругам. И тени я подниму очень высоко наверх и светлые участки наоборот вниз. То есть мы находимся на грани инвертирования оттенков изображения. Буквально если немного дальше перетащить светлые участки, мы получим инверсию, эффект негатива. Но нам это не нужно, мы должны быть буквально на грани. А средние оттенки мы немного повышаем или понижаем в зависимости от освещения картинки. Теперь мы будем играть с насыщенностью. Общую насыщенность ставим практически на 0, где-то на 3. Насыщенность средних на 0. Насыщенность средних примерно на 10. И насыщенность теней примерно на 130, 120-140. Далее перетаскиваем плагин с кривыми. И по сути все опускаем вниз. За исключением средней точки ее можно немного подрыгать вверх-вниз. Поверх еще раз кидаем тот же плагин, который мы кидали в первый раз. И я увеличу яркость средних оттенков немного повыше, чтобы картинка не была такой темной. И это сделает картинку очень странной. И он вообще похож на какого-то смурфика. Как это исправить? Для начала мы добавим небольшой плагин Diffuse, чтобы сделать такое легкое размытие и еще больше эффект сюрреалистичности. И в конце плагин Colorista. Здесь у меня есть возможность понижать насыщенность конкретных оттенков. То есть, например, я понижу немного желтые. Вот справа красных слишком много. Я их вообще уберу нафиг. Фиолетовые также можно сделать не настолько насыщенными. Бирюзовые также очень яркие. В общем, поиграйте здесь немного с настройками. И сделайте то, что выглядит более-менее сбалансированно. Сохраняйте настройки у этого плагина. И теперь мы добавим новый плагин, который называется Invert. По сути, то, что мы сейчас сделали, мы инвертировали оттенки картинки. То есть, кожа оранжевая стала синей. Зеленая стала фиолетовым. Нам нужно сохранить фиолетовый и вытянуть кожу, чтобы он не был похож на какого-то Халка или смурфика. Для этого перетащите плагин Invert. И в выпадающем меню нажмите на этот параметр. И последнее, что я сделаю, я еще раз добавлю плагин Colorista. Здесь немного поиграю с настройками, чтобы сделать тот цвет, который меня полностью устраивает. И вот итоговый результат. И, друзья, давайте так. Хотите продолжение? 3000 лайков набираем? Ну, хотя бы 3000 лайков снимаем продолжение. И увидимся в следующем выпуске.